Всем привет! Сегодня мы гуляем с вами в второй нижней части Дендропарка. Мы уже прогулялись по первой части, я разделила видео на две запчасти и мы, слушайте куры кричат, здесь много животных, в основном птиц и пойдемте прогуляемся. Ну вот это вход и одновременно выход или переход во вторую зону, здесь продаются билеты. Есть там, это переход в эту часть во вторую. Здесь выходишь как бы полностью, но есть вход во вторую часть, сейчас я покажу где. Выходишь прям буквально на дорогу и ныряешь в подземный переход. Можно перейти просто на ту сторону, а можно выйти под тем же билетом со штрих-кодом в ту часть, в левую, нижняя называется. Здесь вот билет, который нам дали со штрих-кодом, также стоит турникет, пройдем сюда. Ну вот теперь смотрим куда идти. Мы здесь были в прошлом году, нам здесь очень понравилось, поэтому мы идем гулять. На входе нас встречают памятные сувениры и первый пруд с лебедями, с белыми. У них тут плотина. Шеи какие толстые у этого, смотри. А у того худая. Значит это самочка, наверное, самцу. Ну я так думаю. Пахнет здесь как-то не очень, да? Сыростью какой-то. И здесь рядышком второй пруд. В прошлый раз здесь были черные какие-то лебеди, белые, серые. А это воздушные корни кипариса, пневматофора. Я еще в прошлый раз удивилась вот этим растениям, они оказывают, корни растут вверх. Они создают такой дизайн вокруг озера. Не знаю уж, специально они насажены. Или это корни, правда, вот этого дерева. Необычные, да? И здесь тусят голуби. Водопад и место для реалакции отдыха с курами. Правда здесь написано, что здесь живет лебень-шипун, но я вижу только курей. Курей вижу, а лебедь дальше. Ага. Это курятины здесь бегают. Они просачиваются через вот эти решетки. Лебедь-шипун. Да, они везде, по всей территории парка. Чего-то шипуна. Там ребяти. Вон там его видно, наверное, будет. И бамбуковая аллея впереди. Мы сейчас туда заглянем. Вот такой водопад. Маленький, но красивый. И этот лебедь-шипун. Вау, красавец. Какие у него лапки. Лапки. Красивая такая не голову. Сейчас оно идет под это. Под мост. Под мостом два. Лапки. Лапки. А черный лебедь на пруду качает падшую звезду. А здесь кормежка. Боже, какие не пушистые попы у них. У перчатков. Пушистые попы. Вот они здесь обожранные, да? В общем, все их здесь кормят. Красавица. Ну, зачем так делать? Я только не гарантировать собралась. Так, идем дальше. Уходим от лебедей. Вот в эту аллею. По пути, опять же, попугаи, павлины и совы. С ними все фотографируются. Ну, дети, естественно. А взрослым это меньше всего надо. Мне очень нравится. Это место здесь всегда прохладно. Вообще, представляете, бамбуковые леса. Они до неба. И вот такая прохлада в них. То есть, если представить тропики, то там прохладно внутри. Да, Наташ? Толстенные. А там пеликаны. Какие они чумазые! Почему они такие грязные? Боже мой! Они совсем не моются. Ну, в общем, вот эти вот пруды, они идут постепенно туда-туда-туда и выливаются все это в большое озеро. И вот, получается, по всей территории парка раскиданы одни животные, птицы, другие. Ну, и мы, естественно, гуляем. И как вот в этой красоте не сделать фотосет? Да, темно, но пройти мимо просто невозможно. Здравствуйте! Идёшь как в какой-то вот арке, да? Мне просто раз здесь очень понравилось. Вот ты так смотришь, вообще классно. И прохладно, самое главное. Там вдалеке лебедь спит. Смотри, куда он голову засунул себе под крыло. Мы пришли в нижнюю часть парка. Здесь вот это озеро, и оно продолжается. То есть, как бы переходит вот в большое. Вот оттуда все это течет. Вот ручьи, мы проходили мимо-мимо-нимой. Течет вот дальше-дальше. И вот здесь много лебедей. Видите, красивый плывут. Мы идём гулять дальше. В прошлый раз, когда мы здесь были, они вылазили на берег, и тут много было. Их кормили люди, едят всё, по-моему, и хватают, и даже не жуют. А вокруг парка вот такие здоровые дендрария вокруг дома. Мы гуляли по нему не один час, это уже на часа три, уже кушать хочется, поэтому мы будем сейчас вспоминать, где у нас ещё клетки с животными, вот здесь, по-моему, и искать выход. Но если вы устали, можно здесь посидеть и отдохнуть. Мы попали на кормюшку. Их подкармливают. Приплыли и черепахи, и рыбы. Вообще кормят рыб, да? Да, да. Смотрите, сколько рыб. Такое развлекательное зрелище. Рыбы здесь много. Тут же пасутся утки, тут же и лебеди. Вот проглоты. Такое развлечение. И нам, и им. Они поедят. Я думаю, что они не голодные здесь, да? Их все кормят. А сколько там лебедей. Здесь черепахи. Вот тут же черепахи. Ей даже не достает. Смотри, только рот открыла, всё испорносил. Опа, вели. Она просто не пороротливая. А рыба шустрая. Кикольно. Ну и по пути. Здесь еще есть. Это крыса. Смотрите, я пошла смотреть. Вон крыса толстая, пушистая. Она живет в соседстве с ними. Вон она. Вот, вот, вот. Ой, их тут много. Ну смотри, вон кто это с длинным. А это мышка. А вон то крыска. А там эти. Посмотри, как она прыгает. Они друг друга тут не боятся, смотрю. Гусям и уткам они не нужны. Это настоящая крыса, смотри. Да, воробьи сидят в клетке. Вот, а это мышоночек, мышоночек. Маленький такой. А может это крысеночек. Да. Воробьи тут же пасутся. А что и голуби, и воробьи? Потому что у них тут много еды. Господи, сколько тут голубей. Ты посмотри, они везде. Да. А это индюки же? Та налезла. Это индюки. Да, бедненькая, жаркая. Ну жарко, да что бедненькая. Индюки. Кто не знает, как выглядят большие, жирные. Белые гуси самые обычные. Ну, голуби, это как в порядке вещей. Они везде. Да, везде. Черная утка, смотрю, там какая-то. Ну и домики, где они живут. Почему это не хватило? Они вон зарылись. Та же утки за домиками. Смотри, стоят. И в домиках зарытые сидят. Она хочет побыть одинокой. Какой енот? Боже, подожди, Наташа. Ой, енот. Какой енот? Какой енот? Где енот? Он шарится. Вот там, видишь, лестница? И вот возле лестницы он там шарится. А-а-а. И вот так хорошо видно было. А ты хочешь другого енота, смотри. Ты видела? Нет. Почему ты не видела? Это не енот, правда? Это дикобраз. Это андадра. Нет, это дикобраз. Он иголками пуляется. Боже, не надо в нас пуляться. Он спит. Его лучше не трогать, наверное. У него такие ушки смешные. Господи, Господи. Я еще понимаю, вот что я тут голуби пускаю. Да, красавчик такой. Не трогайте меня. Вот, представляете, вот это животное живет в соседстве со всеми этими птицами. И тут же лазят крысы, мыши и стая черепах. То есть, вот, видимо, настолько миролюбивые животные, что они... Смотри, дикобразные, индейки. Они нормально соседствуют друг с другом. И в гостях у них голуби. Ну, видимо, они у себя как дома. Этот пьет, наверху сидит. Ну, в общем, у нас это кино, вот вторая часть о живой природе будет. Здесь киоск. Можно попить чай, кофе. Я не помню, но где-то здесь был туалет. Это я просто не помню. Вот просто если кто будет гулять. А, еще, Наташа, здесь еще кто-то есть. Я вот помню, что в прошлом году там пеликаны. Да, пеликаны были. Давайте посмотрим. Куры здесь бегают везде. И вон, здоровенные пеликаны. Пеликан, пеликан. Ух ты какой. Да, да, он громадный. Может, его оттуда будет лучше, не знаю. Здесь они ходили в прошлый раз аж прямо поблизи. И Соня, кор, ой, большой. Здоровая, здоровая птица, очень здоровая. Я его не слышу в деревне. А внизу гуси белые. Я раньше не был, но живут. Ну, видимо, это такие вот животные, которые в живой природе нормально уживаются друг с другом. Мы идем дальше. Я помню, по пути там уже животных не будет. А будет вот только осень. И куры. Куры, маленькие куры, которые сбегают. Вот здесь бегают по всей территории, не только за заграждением и везде. Вот дыхание осени. По-моему, здесь очень красиво фотографироваться. Птицы, видели, летают на уровне глаз. Здесь тоже место, сюда розы цветут. Надеялась я здесь еще что-то увидеть. А, семейство куриное орут. Мелкие такие куры, не такие, как вот бывают большие. Такие маленькие мне, тюрные. Ну, для, наверное, детей, людей, которые всю жизнь прожили в городе. Ну, это в новинку. Ой, у них там цыплятки маленькие-маленькие. Так, это голубь, хотел сказать. Ой, какая маленькая курица. Это был голубь. Ну, в общем, мы уже вышли туда, откуда зашли. Кто не жил в деревне, да, это настоящая деревня. Ну, а мы дальше идем. По-моему, сегодня была обалденная экскурсия. Надеюсь, вам очень-очень понравилось. В крайней мере, погулять, если будете в Сочи. Очень здесь приятно и интересно. На этом я прощаюсь с вами. С вами была я, Анжелина Джоли из Магадана. С путешествием по нашей стране. Всем пока! А белый лебедь на пруду Качает павшую звезду На том пруду, Куда тебя я приведу Качает павшую звезду Качает павшую звезду На том пруду, Куда тебя я приведу Качает павшую звезду Качает павшую звезду